Привет всем, дорогие друзья! Виталийся мои друзья! Рад что-то вы со мной на экспедиции ТВ. Это будет, наверное, самый информативный выпуск за все время моего канала. Я вам рекомендую дослушать до конца. И, как всегда, напишите ваше мнение и ваш взгляд на это, как вы это принимаете. Я начал, пожалуй, с того, с маленького разоблачения, с надежды на запад, на западные ценности, на право человека, на доброту или справедливость. Ведь реалитет наш так, что в большой политике, как и экономике, все не так идет, как это нам показывают или как нам кажется. Это неважно, в какой вы стране находитесь. Перед тем, как мы придем к тому, почему Запад боится, или, вернее сказать, не хочет, чтобы Российская Федерация разваливалась, я приведу маленький пример с Саудистской Аравией. Ведь, как бы это и невероятно, но Саудистская Аравия, тот же Иран, у них еще такая же история, как и у России с точки зрения геополитики. Например, наш министр-президент Штайнмайер, который тоже нынешний министр-президент Германии, ездил недавно в Саудистскую Аравию. И, как бы, через него заключили контракт о покупке немецких танков, немецкой артиллерии. Кстати, только в Баварии три крупных фирмы, которые производят гаубицы и продают по всему миру. И с этими же немецкими танками Сауды перекатывают, раздавляют Йемен. Наверное, в Украине это не так сильно заметили, потому что, я понимаю, там сейчас свои проблемы, им там не до Саудистской Аравии, не до Йемена. Но с точки зрения геополитики это очень важно, и надо на это обратить внимание, и нужно это понять. Министр-президент Германии едет в страну, в которую нельзя ему брать с собой Библию, нельзя носить крест на шее. Он туда едет и благодарит Саудитам за ихнюю гостеприимность, улыбается в камеру, подписывает М4-то. И эти же Саудиты раздавляют с немецкими танками Йемен. Это к теме справедливости и западных ценностей. Так само и Германия, и Франция, и Англия, и, конечно же, и США продают оружие по всему миру. Так само, как это и Россия, кстати, делает. Для нас тут теперь зовется интересный вопрос. Почему это Германия допускает, почему это Запад допускает? То есть, почему не допускают, что Сауди-Арабия так поступает с Йеменом? И здесь очень-очень параллельный пример к России, насчет России и Молдавии, России и Чечни, России и Грузии. Это все по-немецки в двух словах объясняется, Bauernopfer. Это обозначает пешечная жертва, то есть пешка на шахматной доске. Это для этих стран очень жестоко и очень плачевно слышится, я это знаю. Но такой реалитет. Реалитет, к сожалению, жестокий и несправедливый. Они жертвуют Йемен, жертвуют Грузию, Молдавию, Чечню, как пешку на шахматной доске. И здесь мы уже приходим к основной причине, почему Запад на это все смотрел и смотрит до сих пор, можно так сказать. Почему он не хочет, чтобы Иран, Сауди-Арабия и Россия развалились. И почему он не пожертвовал тоже Украину, как пешечной фигуре на доске. Для этого мы отложим Сауди-Арабию и Иран к стороне и вернемся к нашей истории до ее начала. 1991 год. Конечно, Запад мог Россию развалить до конца и ее просто уничтожить. Там уже не намного надо было для этого. Она бы даже не смогла ядерным оружием защититься, потому что она просто не существовала, больше эта страна. Ее спас практически Запад от полноценного распада. Тогда помогали тоже деньгами, кредитами, даже консервы и одежду слали. Короче, они ее как бы, как клиничного пациента сделали укол, чтобы он выжил. И многие сейчас, наверное, будут спрашивать, почему. Почему они не допустили полноценного распада России? Здесь несколько причин. Ведь, если так сказать, Россия для них, для Запада такая большая площадка, где очень много тоже мусульманских республик, очень много азиатских республик и народов. И Россия как бы, как прокурор, как начальник всех держит в своей тюрьме народов. Запад боится, что если Россия развалится окончательно, тогда все эти мусульманские республики, особенно, они будут просто как Сирия, как Афганистан, как Ирак. И там вечно будет война, никогда там не будет покоя. Но проблема в том, что там, как в Сирии, и в Ираке, и, кстати, тоже в Сауди Аравии, там нефть, и газ, и другие влажные ресурсы. И что они будут просто дико валяться, и на этом все. К тому же еще тут попала Турция на план в нынешнее время. Конечно, Турция, которая мечтает о своей Османской империи, и она это тоже доказывается своим действием в Сирии. И Эрдоган тоже, который стоит на турецком пляже, смотрит на греческий остров и говорит, ну вот, я тут стою на турецком пляже, я вижу там тот остров, и хотя его могу видеть, отсюда все равно почему-то там разговаривают люди на греческом языке, а не на турецком. То есть, все понятно. И тоже, как бы, на шутку Эрдоган тоже заявил в свое время, что Крым это вообще-то татарская турецкая земля. Но здесь никаких шуток нету. Ведь единственное, что Турция тоже держит от интервенции в Тургменистан, Узбекистан, и тот же Казахстан, и Кыргызстан, это, кстати, и сама Россия. Если она развалится, тогда это открывает ворота тоже для Турции. То есть, турецкая власть разбавляться там и тоже претендовать на эти земли, ресурсы. Ну, может быть, не оккупировать, ну, как бы, минимум свою армию туда и свои фермы туда поставить. Во-вторых, бесконечные войны. Это уже было доказано с развалом СССР, особенно на Кавказе, когда начались некоторые разные войны и резни между этими народами. В Западу, в принципе, все равно, почему там осетины, грузины, абхазы, чеченцы, армяне, асербайджанцы там друг друга помпят или вырезают. Им это, как бы, нужно свое понятие стабильности. Гарант этой стабильности до нынешнего дня – это как раз и Россия. Конечно, Запад понимает, они не дураки, что с собой представляет нынешняя Россия. И, конечно, они понимают, что с собой представляет нынешний сказочный президент, который может считать быть царем. Они это все прекрасно понимают. Это не так, что они тут за стеной какой-то живут. Может быть, они не так хорошо понимают Россию, как я или вы. Все равно они понимают, что там к чему. Они понимают, что это коррупция, что это бандитский и террористический режим. Но этот режим все эти дикие поля, как бы так у нас тут говорят, сдерживают в таких рамках. И вот это для них выгодно. Выгодно для них – это покупать по дешевке ресурсы. Это газ и нефть, так само, как и топливо, углево и всякие разные металлы. И они их по дешевке закупают у россиян, у олигархов. А эти же олигархи, вот эти деньги, которые они им за эти ресурсы платят, возвращают назад. Они покупают там футбольные клубы, виллы, замки, дачи, яхты. Короче, все эти деньги, которые идут в Россию за ресурсы, опять возвращаются к ним, как бумеранг, скажем так. И это для них очень выгодно. Ну, больше всего, что его Запад боится, или, вернее сказать, опасается, это того, что после развала России Китай возьмет очень-очень большую часть Дальнего Востока и Сибири. Ведь тогда Китай точно станет самая первая сверхдержава, быстрее, чем они это даже думали или хотели. Ведь они потом получат доступ к ресурсам, газу, нефти. И еще к тому же, у Китая сейчас такая демографическая проблема, у них из-за их не одного ребенка политики. У них теперь намного больше мужчин, чем женщин, и очень много стариков. А в России, в том же Дальнем Востоке, так сложилось, что там намного больше женщин, чем мужчин. А мужчины, к тому же, еще и раньше умирают. Они даже до пенсии не заживают. Это очень интересно для Китая дальше там распространяться. И Китай уже давно заявил своей амбицией, что он хочет стать самой первой страной сверхдержавы. Он заявил, что он хочет вернуть себе Тайвань, если надо, тоже с силой. Он все дальше распространяет свои щупальцы. Он в первый раз за свою историю приземлился на Африке. Он влияет так само дальше на Казахстан и Таджикистан. Он, можно сказать, уже де-факто оккупировал Монголию. И даже уже в западной Канаде. Китай тоже развивает свои позиции. Западный митрополь Венкур, если вы не знали, он уже на 50% может сказать Китай. Так само Китай скупает целые порты и в Греции, и даже то и в Германии. Целые немецкие фирмы даже. И задумайтесь, не просто так Китай тоже инвестирует в украинскую фирму Антонов. И именно поэтому Западу не очень выгодно, если Россия полномасштабно развалится на все части. Ведь тогда у них реально будет проблема. Ведь Китай, в отличие от России, реально строит сверхдержаву и реальную империю, которая будет угроза. Ведь Китай не просто так будет продавать какие-то ресурсы Западу по дешевке и жить по именем правилам. Китай реально сможет тогда с этими ресурсами Дальнего Востока и Сибири сам себя сдерживать. Им даже не надо будет какая-то там покупная сила Запада. Он может сам себя задержать тогда очень просто. Им ничего не надо будет закупать тогда в Западе или в других странах. И они себе и так уже строят колонии в Африке. И имеют большие части западных фирм тоже уже в кармане. И поэтому Дональд Трамп очень сильно агирует против Китая по экономическим сферам. Ну тут так сложилось, что Россия стала костью в горле. Она не так, что мешает какая-то там конкурент или угроза. А она просто мешает тем, что она практически сдает больше половины своей страны Китаю. Она идет на полный развал. Это на Западе понимают, что те же эти республики, народы в России могут каждый день сбунтовать. Российский народ может каждый день сбунтовать. Там ситуация не очень простая, а очень сложная на России. Это здесь все прекрасно понимают и отчитывают. Поэтому же они так помаленьку с санкциями придавливают России. Пытаются ей дать понять, что эй, куда вы лезете? Перестаньте, ребята, давайте все. Заканчивайте, давайте завязывайте. И давайте это нормально дальше действуйте. Они Россию хотят держать дальше как адекватного партнера и противовеса до Китая. Как партнера против Китая. Можно так и нужно так сказать. Но Россия со своими дурацкими амбициями, которые ни на чем не основаны. Потому что кроме ядерного оружия, нефти и газа у них ни хрена нету. Нечего приложить миру, кроме каких-то своих сказок 18-19 века. И вот она упорто лезет в ловушку и сама себя истерпляет, так сказать. И поэтому Европа как-то пытается еще по-нормальному их угомонить. Им дает все время новый, новый шанс. Просто, смотря на Украину, тут уже просто они не смогли это посмотреть. Потому что Украина тоже по территории намного больше Грузии или того же Немена, или Молдовии, Приднестровья, или Чечне. Просто тут уже никак не слаживается. Здесь они уже просто не могут помолчать. И поэтому пытаются еще с Россией как-то разговаривать. Хотя они сами прекрасно понимают, что там разговора никакого не будет. Потому что это просто бессмысленно. И так они смотрят, как Россия дальше катится на полномасштабный развал. И уже делаются стратегии, как тогда можно противовес строить Китаю. Украина все-таки будет раньше или позже радоваться, что получит назад свои территории Донбасс и Крым. Может быть даже и Кубань, не знаю. Но после этого радость и праздник не очень долго будет длиться. Потому что дракон, очевидно, проснется окончательно. И как тогда будет смотреться мир? Тяжело сейчас говорить. Ведь Китай не остановится. Наоборот, будет дальше набирать обороты. Будет дальше продвигать свое понимание жизни и свои параметры власти по всему миру. Будет так дальше уперто лезть дальше на Запад и в Европу. Дальше распространять свою идеологию в Африке. Будут так само же лететь на Луну и на Марс. Не просто так говорить, а именно реально делать. И будет очень сложная ситуация в нашем мире. И смотря на Индию и на Японию, которые как бы тоже такой маленький противовес Китаю, Третья мировая война даже может быть уже не избежена. Поэтому все надеются, что Россию как-то можно угомонить, успокоить. Но она все-таки решила дать сама себе последнюю пулю в лоб. Продолжение следует...